С начала года на водоемах Брестской области погибло 65 человек. Основное число жертв пришлось на период купального сезона, в то время как за три зимних месяца вода унесла жизни 13 человек. Несмотря на относительно теплый ноябрь, календарная зима не за горами, а вместе с ней первые заморозки или достав. В этот период особенно осторожными нужно быть любителем подледной рыбалки. Основная опасность сейчас это для рыбаков, потому что все равно рыбалка продолжается, хоть и льда нет. И в это время рыбаки одеваются уже по-зимнему, правильно? То есть это какие-то теплые штаны, куртки, бахилы и так далее. И в таком состоянии, если человек попадает в воду, и таких случаев у нас было три в прошлом году, когда еще не было ледостава, то практически выбраться самому и без посторонней помощи невозможно, потому что вес человека увеличится в два раза. И если нет посторонней помощи, то шансов практически никаких нет. Во второй группу риска после рыбаков входят дети. Исследовать лед, покататься на санках или коньках – первое, что приходит в голову ребятам при виде первого снега и льда. Однако история знает много примеров того, чем может обернуться безобидное любопытство. Первый случай – это когда ребенок катался на коньках, на неокрепшем льду. И особенность в том, что если ты раскатился на коньках, даже увидев какую-то промойную или прорубь, ты уже становиться не можешь. Ты летишь и летишь по инерции. Это первое. Пустили одного гулять там мальчик. Это город Кобрин. Он побежал на лед. В это время находились на льду рыбаки. Но они находились в таком небольшом заливе, там, где крепкий лед. А он побежал напрямик, там, где не было этого льда. То есть было такое, еле-еле схватило мороз. Родителям стоит помнить о том, что скоро период зимних каникул. Вместе с ним погода может преподнести неожиданный сюрприз в виде первых заморозков. Как итог, хрупкий лед, который юные исследователи спешат проверить на прочность. Поэтому детей на водоемы без присмотра родителей пускать не следует. Но рыбакам необходимо соблюдать элементарные правила и меры предосторожности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова